Всем привет дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя легенды, так что поехали. Турнир закончился, заберите свой приз. С удовольствием, просто-напросто. Так, давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Ага, неплохо, 12 тысяч сюрикенов. Ага, Микеланджело космос и осколки, ребята, нам достаются. Так, давайте заберем тогда еще здесь приз, 80 баксов, плюс жетончики пвпшные и две колоды у нас на подходе. Так, порталы, мотаген, доллары, сюрикены и что там за карточка? Зэк, понятно. Давайте еще одну колоду посмотрим. И выпадает мотаген, сфера, сюрикены и кто тут у нас? Ага, мотагеноид. Ну, в принципе, неплохо. Ну что же, ребята, неделя у нас только началась. Замечательно, забираем здесь. О, карточка Кунаичи, так, осколочки, доллары, 5 баксов, 4 портала и 100% мотагена. Забираем ревард за выполненное задание, отлично. Так, ну что у нас, поднять уровень персонажу? Оу, Микеланджело космос, у нас открывается, ребята, новый персонаж. Естественно, я буду его нанимать. Хе-хе, прикольно. Так, что у него такое? Вот вам космос. Майки использует нулевую гравитацию, атакуя врагов. Вероятность 10% уменьшить силу атаки на 50% в течение одного хода. Джаваксианское правосудие. Майки использует джаваксианский пирог, чтобы воздать врагу по заслугам. Вероятность 15% заблокировать способности на один ход. Понятно, в принципе, можно будет даже потом это дело и улучшить. Так, что, ребятушки, левел мы подняли. Забираем ревард и сразится 10 боев. Подождите, мы, наверное, пройдем в начале серии испытаний, естественно, да? Вот с этого, пожалуй, и начнем. Самая легенькая, самая простенькая. Даже, я думаю, на автобое все это сделать, чтобы нас не томить, как говорится, лишней демагогией. Да-да-да, давай, Лео, давай, Дони. Поговорили, пошуршали и приступаем, естественно, ребят, с вами к нашему бравому делу. Так. Пью! Готов, готов, Ахламон. Ну что ты там пулькаешь? Пуляется он мне еще, а? Так, ну что, давайте его разберем. Ах ты, не добили? Черт, да какого же лешего-то, эй? Нормуль, ну, Рафик, молодец, не подвел, как всегда. Так, и у нас здесь, как обычно, Бибоп, Рокстеди, ползунки, ну и Маус там стоит. Выкусите гранату. Так, этот сразу сдался. Так, Маус тоже упал. Ну-ка. Нет, этот еще стоит на коленочках, но стоит. Все, теперь лежит. Ну и давайте уже начнем Рокстеди-ка. Ой-ой-ой, Бибопчик, ты что делаешь? Че ты там вытворяешь, а? Нет, 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 Тигр, стой на месте. Стой, не падай. Ну, зараза, а? Ты посмотри, что они сделали. Они просто взяли меня и уничтожили Тигра, говнореи такие. На, получи, блин. Ну, Раф, покажи ему. Да что ж такое-то? Он же, ребят, он же слабый сам по себе. Бибоп-то этот. Мы его разобрать не можем, а? Возле него танцуем как эти, блин. Ну, в любом случае, ребят, мы прошли и забираем ревард с вами. Так, давай, 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 давай. Ну, это все понятно. Собрать. Так, и нам остается 10 боев, да? Провести. Ну, вы прекрасно понимаете, к чему я клоню. Мы будем с вами, да, пожалуй, найдем вначале, давайте, Зека, а потом Криса. Так, не выпало ничего, к сожалению. Жаль, печаль. Так, ну, а теперь есть. Зек, одна карточка нам достается. Ну, давай еще, для фарта, для полного. Кукиш с маслом нам. Ладно, я не расстроился, ни с колечкой, ребята. Так, ну что, давайте попробуем, наверное, мы, Рокзара, три карточки, или лучше Криса. Ну, как вы думаете? Давайте, наверное, Рокзара. Там всего одна карточка у нас. Одна попытка, точнее. Вот. Как сказать, одна возможность вытащить его три раза. Вот так вот будет правильно сказано. Так, одна карточка уже есть. Тут мы пролетаем, как фанера над Москвой. И последняя попытка. Да, одну карточку всего получили, ребят. Жалко, конечно, жалко. Ну что, теперь, я думаю, можно Лео-Лео. Ну-ка, поднимем уровень. Да, вполне, ребята, даже можем еще поднять. Больше не хватает. Ну что же, 55-го уровня у нас уже Леонардо. Это хорошо. Так, задание у нас одно выполнено. Нам нужно, давайте тогда с вами, наверное, Криса поищем. Может быть, нам здесь повезет. Да, Кукиш там нам повезло. Ну, давай еще разок. Ну, выпади. Так, выпадает. Замечательно. Я, скорее всего, ребята, его скоро уже смогу проапать. Ну, как скоро? Может быть, еще недельки две-три поюзать. И, возможно, он у нас уже будет. Причем будет Хайем, самым высшим из всех моих бойцов. Так, ну что, забираем задание. Так, получили. Сейчас еще карточку Рафика нам дадут. Так, замечательно. Все. Так, с чего бы начать, ребята? У нас новая неделя, да? Ага, можно за осколочки повоевать. Ну, давайте, я думаю, что... Так, у нас здесь... Вот почему-то всегда ставят на осколках именно вот этот вот... Бакстера Стокмана, блин. Именно в форме вот этого Киборга. Как же он меня бесит, а? Он выпускает свою волну плюс Маузеры. Это вот очень сильно напрягает. Ну, здесь-то, конечно, он 20-го уровня. Он здесь сынок. Мы его сразу тут положим. Ну, и еще можно попыточку сделать. Там тоже его легко, в принципе, победим. А уже, когда начнется третья фаза... Ну, ребят, я не могу его победить. Хоть ты тресный. Ну, 8 осколков в любом случае мы получили. Это уже хорошо. Здесь мы его тоже разберем. Я думаю, без каких-либо там проблем. Так, давай. Погнали. Вот он делает свою волну. И вот, смотрите-ка, надо же делать постепенный урон. Ладно, автобой, я думаю, его тут порвет просто-напросто в хлам. Ну, вот зачем ты, Раф, это делаешь, а? Мог бы просто сейчас бомбануть по нему и все. Нет, вот начинает вот мудрить всякую хрень. Ай. Давай еще тут упади мне. Ну, Лео. Да, Лео делает подхил. Ну, в принципе, логично и хорошо. Но только неуместно это все здесь. Все, добиваем его. Нормулька. Ну вот, это была вторая фаза. Ну, второй противник. В третий мы уже вряд ли его победим. Там, по-моему, будут даваться золотые осколки. А они мне, ребята, очень сильно нужны. И как мне их получить, я хрен его знает. Так, ладно, ребят. Куда бы нам перейти? У нас, смотрите-ка, новые испытания. Городская война. Тени на солнце, да? Давайте-ка посмотрим. И кто у нас тут? Ага, получаем мы карайку. Хорошо, это у нас первый бой. А здесь что у нас? Майки. И здесь у нас одни черепашки-ниндзя будут, да? Да, видимо, так оно и есть. Мания Майки. Причем, это у нас будут карточки Майка, только из разных эпох и разных сериалов. Так, ну что же. Да, дали, конечно, компанию мне не Айс. Особенно вот последние три, да? Это у нас Гекка, Пицелиции, ну и Рокзар. Как-то не вязочка небольшая идет. Ну, по крайней мере, три главы мы сейчас точно здесь зарулим с вами. Как пить дать? Ну, эти падают, потому что здесь 12 уровень, ребята. И потом, по-моему, следующий будет 25. Хотя я могу и ошибаться. В общем, сейчас мы с вами все это дело увидим, прошуршим. Ну, Пицелиции, тынь-день, и не завалил. Да. Вот о чем я вам говорю. Слабенькие они здесь. Хотя 30 уровня, а делемся мы против 12 уровня. И не могут навалять. Смех на палке просто-напросто. Ну, Зэк-то понятно, с удара всех. Также, ну, Гекка, смотри-ка, тоже с удара завалил. Молодец. Так, падает. И Майк у нас сейчас тоже падает. Да. Ну, согласитесь, это было легко и просто. Мы даже прошли без сучка и задоринки. Вторая у нас глава, второй эпизод. Поехали. Так, мы достаем с вами карточку Майка из фильма. И у нас здесь 25 уровень. Ребята, я, как и говорил, значит, я был прав. И я думаю, что тоже здесь справимся. Тараканы, тем более, здесь никчемные, никудышные и бронированные ходят. Но они слабенькие. Так, хорошо, давай. Ага, критовочку. Бум. Ну, молодец, специлицы. И валишь. Умница. Ну, автобой здесь нормально. Работают, ребята. В принципе, все без проблем. Здесь у нас три черепашки-ниндзя, да? Так, ладно. Вот почему они все время уничтожают в первую очередь вот этих вот крайних? Я никак не могу понять. Почему не черепашек, а именно левых всяких монстров? Ну, что ты, что ты, что ты тут раздухарился-то, а? Пыхтун. Вот, лежи, отдыхай. Все, ребят, тут хорошо тоже прошло. Три звезды, все отлично. И у нас с вами третий эпизодчик сейчас будет. Мы заодно и глянем, что у нас тут. Майк. Карточка Майка. Так, какой уровень-то у нас здесь? Тридцать пятый. Ну, в принципе, ребята, можно. Можно попробовать. Тридцать пятый это еще не сорок пятый. Да, даже и сорок пятый можно было бы рискнуть. Завалили. Это у нас трилля тут летает. Никчемная. Вторая волна. Ага, кожеголовый там, смотрю. Морозимная кошка. Так, грибы, грибы, грибы. Грибы отсюда. Ну, вот так вот. Отличненько. Так, ну что, кожеголовый нам ничего не сделает. Что ты тут пыхтишь? Морозильная кошка. Это же надо придумать такого героя. Ё-моё. В переносной какой-то морозильной камере сидит. Или переноска. Это я хрен его знает. Так, ну что, последняя волна у нас здесь, ребят. Чпок. Да, слабовато ты плюнул, конечно, пинцелицей. Никого не смог даже подбить. Но, вот смотри, как Зек делает. Просто на ура. Так, Майк тут со своей вертушкой. Всё, отдыхаем. Я не знаю. Или нам следующий эпизод смотреть, ребят. Или переходить уже просто на, как сказать, на другое этот, на другое испытание. Так, это Майки у нас из видения. Да? Хорошо. Так, 45-е уровни, ребята, здесь. Ух. Тяжело будет. Я больше уверен, что пинцелицей здесь и Гекка у нас упадут. Может быть, не сразу, но свалятся, поверьте мне. Ай, смотри-ка. Постепенно урон положили на него, на Гека. И он, наверное, от него, в принципе, и от дуплица. Ну-ка. Критовочка пошла. Скорость, естественно. Так, хорошо. Ну, завалили. И последний тут остался. Всё, падает. Пошли мы с вами на вторую волну. Так, Гекка. Бронированный Таракан. Тут у нас Макмен. Эй, уже, видите, ребята, уже не можем пробить. Уже не пробиваются эти чувачки. Зэк, вот зря ты, конечно, потратил выстрел на Таракана. Вот. О чём я вам и говорил, ребята. Гекка уже отдыхает. Сейчас и пинцелицы у нас, скорее всего, от дуплицы. Они будут именно его атаковать. Успеет, нет? Не, наверное, он не успеет. Хотя, да. Всё-таки добил он его. Ладно, пойдёмте. Третья волна у нас здесь. И опять эти три черепашки у нас. Почему-то они все по стандарту. Майки, майки и майки. Что, 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 что такое? Что-то там. Переел, что ли, этих, блин? Шариков, блин, молочных. Или как там, шоколадных. Сухие завтраки. На! Чёрт. Чё я говорю, на, когда... Это враг, блин. Ладно, ложим их. Ну, что ты там? Ах ты, ты смотри. О, воу, воу. Вот, ребята, у майки пирог называется. Пирожок, пирожное, блин. С каким-то пришельцем внутри. А может быть, это и есть пришелец. Пирог-пришелец, ё-моё, почему бы и нет? Так, я не понял. Мы будем, ребята, с вами валить-то их или нет? Или будем тут демагубию везти? Так, ну падай ты уже. Есть, упал. Ну и этот сосунок сейчас свой отгребёт. Да-да-да. Куда там? В тень? В тень он собрался. Ты ж последний остался, Олух. Тебя это не спасёт. Да, ребята. Ну, а следующий бой, я думаю, что нет смысла проходить. Потому что в любом случае нас там завалят. Я больше чем уверен, что легко и просто. Так, хорошо, ладно. Но, тем не менее, мы получили с вами майка ролевого. Ролевого. Давайте посмотрим теперь, наверное, новое испытание. Вот это вот. Городская война. Тени на солнце. И докуда мы с вами сможем, интересно, пройти. Ну что же, караечка у нас здесь на подходе. Слушайте, довольно неплохо, да? Зэк, Крис, Рахзар, Дони. Ой, Дони. Какой Дони? Шреддер и Тигр. Я думаю, что это хорошая компашка. Мы с вами дойдём, ну, наверное, приблизительно так же, как и в предыдущем испытании. Здесь разобрались легко. Ну, понятно, ребята. Здесь у них какой? 12 уровень даётся. Самый начальный. Так что... А, даже десятый. Ёлки-палки. А чё мы тут вообще можем? Естественно, ребята, тут автобой разрулит. Просто даже глазом не успеем моргнуть, как мы уже в дамках. Так, а здесь у нас Карай и Лео почему-то вдвоём. Вот храбрециты, а, нашлись. Ладно, в любом случае мы с вами получаем карточку Карайки. Жалко, конечно, что одну штучку, но, тем не менее, за испытания это норма. И, конечно, было бы, наверное, вот хорошо, если бы эти испытания каждый день сбрасывались. Пускай они будут неделю, но сбрасывались, чтобы можно было постоянно их проходить и постоянно набивать за счёт этого карточки. Так, что у нас тут? Черепашки. Ага. Ну, давайте, ребята. Естественно, на автобой. 20 уровень. Здесь даже париться не будем. Я думаю, что, ребята, я, надеюсь, не зря я это всё делаю. Может быть, вы мне напишите в комментариях, стоит ли вот это вот всё проходить. Или уже просто показывать вам самые последние бои, где я уже дерусь, как говорится, на пределе. Может быть, вам просто неинтересно на это смотреть, а я лишнее, как говорится, ваше трачу время. Ну, и, соответственно, трачу свои силы на это. Так, хорошо. Падают. Ну, и эти черепашки, ребята, естественно, слягут. Прям вот по-братски упадут и будут вместе рядышком лежать и отдыхать. Ну, давай, Раф, ну, хорошо, что вы делаете. Всё. Мы прошли, ребята, здесь. Причём довольно хорошо и легко. Так, и, естественно, у нас следующая... Следующая глава. Эпизод. Ну-ка. Так, и тут уже разыгрывается морозильная кошка. Мне, в принципе, она не очень нравится, если честно. Я не знаю её потенциал. Я и не играл, но когда она играла против меня, ничего особенного в ней не вижу. Да, она хилит, по-моему, за... Типа там сыр этот... Мороженый сыр достает из камеры и все получают отхил. Чё-то там ещё она делает. А, ну да, у неё там пронзающий какой-то удар с этой камеры. Она там, типа, ногтями. В общем, мне не понравился этот персонаж. Я говорю про себя. Я не говорю, что он вообще плохой или какой-то там корявый. Нет, просто он мне как-то не зашёл. Поэтому эта карточка мне нужна постольку, поскольку... Потому что просто как бы открыть его не помешало бы. Так, ну что же. Автобой тут всё по-прежнему, ребята, разруливает. Я даже не вязываюсь в это. Потому что не стоит, я думаю, тратить, как говорится, мои тут силы. И размусоливание. Лучше мы с вами об этом. Вот, 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 ребята, видите? Он достаёт мороженое и подгребает. В полной программе. Кого-то подхилил, мать приложу. Иногда автобой так чудит. Я вот не понимаю, ребята. Вот один герой, да, всего лишь остался вражеский. Зачем применять массовый суперудар? Я не понимаю. Вот Шреддер сейчас, конечно, фигню какую-то сделал. Ребята, кстати, у нас скоро будет уровень. Мы, надеюсь, его получим. Не сейчас, так чуть-чуть попозже. Но, в любом случае, он у нас будет. Ну, а пока у меня есть возможность, ребята, я хочу передать привет Виктору 666. Здорово, Виктор. Ты просил передать привет. Получай его. Надеюсь, ты доволен. И пускай у тебя будет хорошее настроение на весь сегодняшний день. Ну что же, поехали, ребята. Разбирают у нас, как обычно, автобой этих тараканов. Никчёмных. Вот, тигр, зачем ты сейчас это сделал? Я не понимаю. Для чего ты вот стрельнул массовым выстрелом, блин, в одного врага? Глупо, глупо, конечно. Искусственный интеллект здесь немножко хромает. А может быть, даже очень множко. Ну, это ерунда, ребята. Я, кстати, вообще заметил, что даже вот в этих вот, в игре, как называется-то, битва чемпионов-то, Марвел, когда там ставишь на автобой, чтобы твой герой сам дрался. Ой, как он там проигрывает по черноку, ребята. Такое ощущение, что это сделано специально, чтобы сливаться просто-напросто. Или для того сделано, чтобы ты сам своими ручками играл. Ладно, мы что-то немножко отвлеклись от темы. У нас третья волна. Так, кто у нас тут? Донни, Майки и морозильная кошка. В принципе, я думаю, никаких проблем не составит с ними справиться. Так, Майки, что это делать? Подхил, да? Да, так оно и есть. Но для чего он это сделал, тоже не понимаю. Там всего лишь один персонаж у них был раненый. Так, вот он свои ягодки бросает. Как-то он так нелепо сделан, этот кот. Морозильный. Так, все, упал у нас Майки. Сейчас мы, естественно, будем разбирать, наверное, Едоника. Вот, ребят, видели, да? Какой-то пронзающий удар. Типа царапку делает этот кот. Ну что, давай мы ему... Ох, как мы его хорошо навалялись. Что ты? Смотрите, Масуха и Бомбит. Нет, мы должны выстоять здесь. Никто не должен у меня упасть. Я не хочу этого. Все, ребят, победа здесь за нами. Отлично. Ну что, я, наверное, не знаю даже. Можно, конечно, попробовать глянуть следующий эпизод. Или не стоит. Я фиг узнаю. Сейчас посмотрим. Так, Микеланджело у нас остается. Так, здесь у нас Кунаичи. 55-й уровне, ребята. Ой-ой-ой. Как-то опасно. 55-й уровне. Это, считай... Я на пределе буду играть сейчас. Так, хорошо. Посмотрим, как они бомбят. Зек нормально бомбанул. Так, выдерживает удар. Ну, еще бы он не выдержал. Крис бомбит. Тоже неплохо. Так, Рокзарчик родной. Шреддер. Во, молодец. Крису он все-таки повалил. И Тигр. Нет, немножко не получается. Получается, две атаки, да? Рокзар стоит. Смотрите, ребята. Несмотря на то, что он 45-го уровня, он выдержал удары от полтинчика. Это хорошо. Так, ну здесь лошпены, в принципе. Я думаю, никаких проблем с разбором их не будет. Это у нас якобы псевдо-черепашки, да? Косят. Легкий такой закос. Особенно вот эти вот дроны, которые стоят. Типа, незаметно, да? Что это далеко не супергерои, блин. Какие-то просто лузеры, которые сейчас будут полностью и отлично от нас отгребать. Пейу. Нет, не добили. И Шреддер, да, укладывает его баньки. Ну что же, третья волна, ребята. А тут их четыре уже. С каждым разом все больше и больше этих волн становится. Ну вот, вот здесь ты правильно эти игры сделал. Применил массовый удар в тот момент, когда здесь очень много врагов. Так, у нас Донни тут же Кесси. Посмотри, какой Кесси мощный. А, ребят, как это он так стоит-то крепенько на ногах? Да, шокер свой применяет. Понизил скорость он Крису. Так, успокойся, пожалуйста, Донни, а? Давай его быстренько разбомбим. Получится, надеюсь, у нас быстренько-то это все сделать. Эй, ну ладно тебе. Упал. Так, и четвертая волна. Кто у нас там? Я знаю, что там должна быть, по-моему, Куна Ичи у нас. Да, вон она, Эйприл. Потом, оу. Ты посмотри, у нас здесь сам Мастер Сплинтер. Это плохо. И смотрите, что повесил этот Дройд вонючий. Он контратаку влепил всем причем. Мы подхиливаемся. Ну, естественно, это все делает, как говорится, бот. И он правильно делает. Ай, Рокзар упал уже. Ё-моё, что ты там делаешь? Так, критический урон. Да ладно вам, ё-моё. Блин, ты посмотри, что тут происходит, ребят. Сопротивление? Что ты? Шреддер сейчас упадет, чувствую. Бэм-бэм-бэм. Пальцами своими вонючими упал Шреддер. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну ладно, хорошо. Я думаю, что Куна Ичи мы все-таки разберем. Надеюсь. Я на это очень сильно надеюсь. Ну, ты посмотри у него. Ё-моё, на ней еще и у ворот стоит. Ай-яй-яй, как плохо, ребята. Да. Не справился у меня здесь. Автобой. Оплошал. Блин, этот сплинтер, надо было его, наверное, ребята, в первую очередь-то и сносить. Но если бы я сам бы сейчас, например, рулил бы, я бы так и сделал. Я бы, наверное, сплинтера бы в первую очередь бы косил бы. Потому что он достал со своими этими суперударами, блин, подхилами, отхилами. Да, поражение, но ничего в этом страшного нет, ребята. Мне нужно было пройти, я посмотрел предел, все отлично. Карточку, конечно, Эйприл мы с вами не получим. Ну что же, я думаю, что пора нам сделать с вами небольшой легенький перерывчик. Мы с вами увидимся немножечко попозже, а я пойду капельку отдохну. Так что, ребята, не расходимся. Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Ну что же, ребят, давайте, наверное, сразу же приступим к заданиям. Так, здесь забираем, тоже забираем. Ну давай, 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 не томи. Так, в магазине у нас две колоды. Давайте посмотрим, что здесь. Так, порталы, мутаген, доллары, серюкены и карточка Донателла. Понятно. А в этом у нас, так, мутаген, портрет короля, пицца, звездочки и 5 долларов. Да, не айс как-то, ну и ладно. Так, забираем здесь реворд за задание и поднять уровень персонажу. Ну, это проще паренной репы. Так, где у нас в самом низу персонажи, которые нуждаются в поднятии уровня? Так, ну-ка, 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 кто у нас тут? Вот, ага, Микеланджело, космос. Давай-ка мы его поднимем маленько. Вот так вот. Забираем опять же реворд. И у нас сразиться в 10 боях. Ну, есть еще выполнить... А, нет, подожди, вот, серию испытаний. Давайте мы с вами пройдем. Да, пожалуй, вот здесь вот. Как говорится, по-быстренькому проскочим. И будет все хорошо. Так, погнали. Нет, я, наверное, буду драться сам. Хотя можно было бы и на автобое. Но хочу сам для разминочки. Так, ну что? Получи мелкий крэнк. Так, этот сопляк там тоже... Ах ты, не добил его, Крис. Ты посмотри. Ну-ка, Шреддер, устройка. Вот, молодец. Так, и у нас тут Баксер стоит. Сейчас будет волну, да? Ну, вот, гаденыш. Выпустил он волну. Так, у нас вторая. Вторая волна. И здесь у нас... О, Рокзар. Ладно, сейчас быстренько всех тут накажем. Давайте-ка усилимся маленько. Во, замечательно. Так, давайте суперудар сделаем от Шреддера. Хорошо-то как. Так, Маус, хорош орать. А, ну сейчас он получит. Так, контур... Ой, Шреддер. Блин, Шреддер завалили, а. Ты посмотри, какая-то вонючая муха-цикотуха. Завалила мне Шреддера. Прошивка. За это наказание обоим сразу. И Рокзар... А, нет, Рокзар выстоял. Смотрите-ка. Крепкий малый оказался. Ладно, главное, что задание выполнено. Мы забираем сейчас Реворд. И надо будет еще 10 боев якобы провести. Но мы с вами прекрасно знаете, что будем делать. Будем искать, как обычно, карточки. Так, все. Переходим сюда. И продолжаем, наверное, искать... Давайте Криса. Будем дальше искать его. Так, найти. Поехали. Кстати, вот-вот, ребята, и у нас будет новый уровень. 69-й, да? Так, уже две карточки выпало. Ну, давай-давай. Вау, три карточки. Замечательно, ребят. Поехали дальше. Ну, сколько там до уровня-то еще, елки-палки, а? Что-то не могу никак просчитать. 2 600 с копейками, а нужно 2... Блин, а нужно 2 с чем-то. Да е-мое. Ага. Ну, почти 2 800 нужно. Ну, в этой, ребята, серии мы уровень точно с вами получим. По любасику. Так, давай-давай-давай-давай. И последняя карточка. Да, Крис нам достается. Так, ну, еще задание мы, ребят, не выполнили. Так, давайте посмотрим, наверное, может быть, Арахзара поищем. У него, правда, мало. Ой, тихо, подожди, не то. Нам нужно именно найти. Так, поехали. Одна карточка уже есть. И все, в принципе, ребят, задание выполнили. Давайте забирать здесь все. Отлично. Я поздравляю нас. 69 уровень получили. И колода у нас. Так, пицца, кольцо, доллары, сюрикены. Ой, а, Рокстеди. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, ребята, нам именно вот этой карточки не хватало. Или я путаю. Да, я ошибся, ребята. А я думал, что у нас носорог, помните, какой-то есть? До которого нам не хватало одной карточки. Или мы уже его открыли? А, это же, по-моему... Нет, я, наверное, что-то путаю. Но, в любом случае, это хорошо, потому что, смотрите, ребят. 55 карточек из 70. Практически скоро мы его откроем. Еще буквально 15 карточек найти. И все будет зашибись. Кстати, а здесь вот, смотрите-ка. У Рафаэля Ролевого 5 карточек. Он тоже у нас откроется. Хм. Круто. Так, а что мы можем с вами, ребята, в магазине купить, например, за звездочки? Оу, тигр. Тигра я, пожалуй, куплю, ребята. 5 карточек, они лишними нам не будут. Так, сколько у меня? 121 монета. Да? Так, что же нам, ребята, с вами взять? Ох, какой интересный вопрос. М-м. Блин, может быть, тебя? Давай ее возьмем. Синегами. Так, и у нас маловато. Да, очень мало у нас жетонов этих. Ничего пока не могу себе позволить. Так, что у нас там по заданиям? А, задание мы выполнили. Это тоже сделано. Так, по испытаниям, ребята. По испытаниям, по-моему... Так, у нас еще арена ждет сегодня. Городская война. Тени на солнце. Да, значит... Ну что же. Здесь-то мы сможем пройти или нет? Я посмотрю. 55-й уровень. Вот здесь вот, конечно, интересный вопрос. Давайте попробуем. Была, не была. Вдруг справимся. Хотя, вряд ли. Так, тут, видите, ребята, 4 волны. Вот в чем вся проблема-то. Пока мы дойдем до последних, уже, боюсь, тут никого не останется. Кроме, наверное, зэка. Остальные все упадут. Да. Ну, ладно. Попытка не пытка. Ну, давай, вали ты этого крысеныша. И таракана тоже сейчас завалим. Так, он на шреддер прыгает, да? На, получи. Добей его. Так, первую волну прошли. Ну, она довольно легкая была. Так, а здесь у нас дроны. Угу. Ладно, давайте приступать. Так, шреддер на выход. Дальше. Рахзарк. В кого бы. Давай вот в этого. Ммм. Все как-то не то. Ну, давай. Добили. Так, нам нужно подхилиться. Вот что я вам скажу. Шреддер нужен нам. Так, добьешь? Добил, молодец. Так, погоди-ка, погоди-ка. Чуть было не нажал на удар. Хиляемся, конечно же. И теперь уже будем добивать. Так, последний дрон здесь остался. Все, валяется. Так, это третья волна у нас сейчас. Кто-то у нас. Донателло, Кейси и два ушлепка. Ммм. Усиляемся. И пытаемся по-быстренькому с ними разобраться. Отлично, готов. Давай, расстреливай. Ух. Ну что, Кейси? Так, начинается электрошок свой. Блин, я боюсь, Рахзар долго не... Все, ему хана. Да. Так хотелось пройти с тремя звездами. Ага, как же. Губешки раскатил. Никакой тебе третьей звезды. Так, готов, Донни. Сейчас он получит у нас. Так, блин. Ну-ка, с вертушки. Не пробили. Так, Тигр. Блин, да что за фигня-то такая, а? Ты посмотри. Чего он такой мощнявый-то, эй? Я не врубился. Ну-ка. Вот, пошел урон. Ты посмотри на него, а. Да что за фигня-то такая? Будет он падать сегодня или нет? Офигеть, живучий, а, гаденыш. Пипец. Ну-ка. Отлично. Пробили. Ну что же, вот и последняя волна. И тут у нас... Ай, блин. Вспомнил я, ребята. Вспомнил я этих орлов. Ну, попробуем. Попытка, не пытка. Да, никого, ребят. Так, Шреддер. Мне нужен, ребята, Шреддер. Для того, чтобы отхилиться. И есть контакт. Уже лучше себя чувствует. Так, сейчас мы... В кого? Значит, Лео уничтожаем. Потом Эйприл. Ой, гад, подхиливается, а. Ну-ка, давай-ка Критом его накроем. Не накрыли, но, тем не менее. Сейчас он упадет. Так, Эйприл у нас, значит. Эйприл будем с вертуханой бомбить. Вот так вот. Так, Шреддер, добей ее. Все. Сплиндер теперь. Че там, медитирует, блин. Давай-ка. Опа. Отлично. Ну что, Крис. Вот хороший был удар. Урон. Блин, Шреддер, коси. Да что ж такое с тобой, а, сегодня? Как он достал своими пальцами коряем тут махать? Так. Зек, ты у меня держись. Ты хорош там. Падать-то. Есть. Жалко, конечно, что... Две звезды. Но, тем не менее, бой хороший, ребят, был. О, Эйприл Кунаичи. Ну-ка, а следующий у нас, кто? Уйдет. Ага, лисица. Ну-ка, навскидку. Шестьдесят пятый уровень. Ну, это, конечно, ребята, жесть. Не подтяну. Ну что ж, друзья мои, продолжаем с вами играть в Черепашки. Низа легенды. Сегодня мы пойдем на Лигу и будем ее проходить. Но вначале сделаем всякие мелкие задания, которые у нас накопились за этот период времени. Естественно, у нас новая колода. Давайте мы ее посмотрим по-быренькому. Так, отлично. Так, сюрикенчики. Ну и... А, пять долларов. Ладно, хорошо. Не будем расстраиваться, ребят. Давайте-ка вот здесь заберем осколочки. Пять штучек. Два телепортика у нас. Три доллара. И мутагенчик. Мутагена очень мало, к сожалению. Так, и что же, что же, что же, что же нам сейчас? Мы хотели с вами пойти, да? Пойти мы хотели. Но здесь, я смотрю, ребята, есть, по-моему, задание у нас. Вот это вот. Я еще здесь не был. Так что давайте, наверное, по-быренькому его пробежимся, пока у нас есть такая возможность. Вы прекрасно знаете, что эти жетончики нам нужны. За них мы можем покупать новые карточки персонажей. Так что сейчас я, ребят, даже на автобой сделаю, чтобы... А, ну да. Здесь не получится далеко уйти. Ну, тем лучше для вас, ребята. Не будете так долго утомительно смотреть это все. Все, сейчас я еще разочек его смогу победить. А уже, по-моему, на третьем, так скажем, перевоплощении уже не получится. Так, ну что же, 40. Погнали. Вот эпизод 2. И, по-моему, на эпизоде третьем, ребята, все. Я сдуюсь просто на ровном месте. Потому что он там будет 60 уровня. У него будет 5 звезд. Он будет там херачить не по-детски, блин. По два раза за ход ходить. В то время, как мои тут будут просто обтекать, стоять. Ну, этого там мы положим, ребят. 40 уровня, мы еще как-нибудь там сможем победить. Но 60, к сожалению, нет. Но если бы у меня, например, были бы персонажи все 60 уровня. О-о-о. Бедный бы этот щенок был бы, да. Змей-ковьюн просто бы молил бы о пощаде. У зэка в ногах бы валялся. В пыли бы лежал. Мы бы его просто как сорняк бы вырвали и выкинули. Ой, как же нам, ребята, долго придется до следующего левела работать. Ой. Ну, вот смотрите, ребята. 60 уровня, 5 звезд. Это без вариантов. Даже не буду пытаться, ребят. Просто-напросто. Так, сюжетка пока у нас отдыхает. Испытание тоже отдыхает. И у нас турнирная лига. Естественно, ребята, мы начинаем с вами с самого начала, с нуля. Кому не интересно, может сразу промотать. Фиг знает докуда. Ну, а я, пожалуй, приступлю. Так, выбираем, естественно. Тут 18 уровни. Начинаем с самых-самых низов. Да, вот эти вот ребята вполне сгодятся. И буду я это, ребята, делать все на автобое. Я потому что уверен, что здесь мы будем их рвать и метать. О, у свинка. На. Не добил. Не добил Дони. Ну, ты меня, конечно, удивляешь. Но, да ядрена ты ваш. Вы же... А, ну, в принципе, 20-го, 16-го уровня. Нормально. Я что-то думал, что не 30-го. Нет. Тогда хорошо. Все нормуль. Все нормуль. Практически на равных они дерутся. Ой, Дони. Только не падай. Пожалуйста. Мне нужны очки. Нет. Надо брать в свои руки. Сейчас будет что-то... Что там? Ничего он не будет делать. А мы вот так вот сделаем. Есть. Да ядрена ты ваш, а. Ну, ты посмотри, а. Ты посмотри на этого Рафа. Всю мазу мне испортил, а, гад. Блин. Так хотел. Так хотел. Ну, ладно. Главное, пройдем. Немножечко с вами поднимемся. Получил. Ах ты. Какой живучий гаденыш, а. Все, упал. Тиндерин-деринь танцует он тут, блин. Что за танец такой исполнил? Я даже не знаю. Так. А, я вспомнил, ребята. Это танец MC. Был в свое время в 80-е или... А, в 90-е, по-моему. Такой диджей. Диджей же? Или в то время их по-другому как-то называли. Ну, в общем, MC. Хаммер, по-моему, так его звали. И вот он там так плясал. Этот, кстати, танец был включен в World of Warcraft. Если не ошибаюсь, орки. Орки также могли плясать. Так, ладно. Что-то мы с вами отвлеклись от темы. У нас очередной, ребята, бой. Смотрим по максималке. Все практически равные. Тогда нам нет никакой разницы, с кем драться. И мы, пожалуй, приступим вот с этих. Ну, тут уже 20-й уровень. Тут уже вообще все шикарно. Думаю, автобой здесь полностью прорулит ситуацию. Смотрите, мы с каким-то чувачком деремся. Баки, усы, очки. В общем, нормуль. Мужик, знаешь, из этого. С тех времен, когда... Что сейчас? Ладно, не будем говорить. Ну, прикольно так смотрится, знаете. Как вот на Кадилла, как там гоняли бандосы в свое время. Чем-то смахивает. Ну что? Победа за нами. Я, в принципе, и не сомневался. А чем дальше, тем лучше для нас. Потому что у нас персонажи наши подрастают. Ну, да что, мы не можем перейти, что ли? Чуть-чуть не хватило, а? Ну, посмотри, как специально. Ладно, давай очередной бой ищем. Вот здесь вот. Так, тут у нас Гулька Пит. Да, я смотрю. Макмен и Стокмен. Хорошо. Как скажете. Против вас будет Раф Космос, Кунаичи и Раф. Старый из комиксов. Бывалый, потрепанный Раф. Ты не дри, нифига у него там боты. Ха-ха-ха. Бежиток. Опа. Ну, давай посмотрим. Автобой рулит. Так, Кунаичи, ты давай не падай у меня здесь там легко-то. А? Что такое? Ты-тырить-тырить. Ага, огнем жарим. Не дожарил ты птичку-то, кстати, блин. А? Раф, как же так? Ну, вот главное Стокмана, чтобы победить. Ну, давай. Черт, что это такое у него? Я не знаю. Да ладно, блин. Ну, ты посмотри. Ну, хоть кого-нибудь да завалят, а. Ну, что ты будешь делать? Блин, теперь Кунаичи тут отличилась своим умом и сообразительностью. Не, ну, что-то вообще как-то никуда не годится. Что это за удары нелепые детские какие-то? Хорошо, победа. Ну, такая победа меня не устраивает, ребят. Я люблю проходить в чистую, в сухую. А это обмочилось, ё-моё. Ладно, мы с вами попадаем на воин, лигу, две звезды. И, естественно, продолжаем наш бой. Будем с вами драться до предела. Так, тут нет никакой разницы опять, кого убрать. И выбираем с вами, кто у нас следующий будет. Ага, Армагон, Хан и Рокстеди. Вперед. Ну, эти-то, ребята, у меня крепкие. Эти же должны тут порвать. Тем более, вот этих вот щеглов. Ну, Хан, ну как же так? Оу, Армагон-то как кусанул-то нехило. Этот тратит свой удар на подхил. Носорог. Да, убивает. Нормуль. Так, давайте теперь Стокмана уничтожим. Чтобы он тут не выёживался слишком сильно. Да. Ну, эти-то, ребята, вообще тут офигеть. Рокстеди и Армагон, я представляю, если бы они у нас были бы прокачаны, как бы они в паре могли бы жарить бы просто-напросто. По чернаку уничтожали бы врагов бы. Просто боевая мощь. Офигеть какая. Ладно, здесь прошли. Погнали с вами дальше. До куда мы сегодня доберёмся? Вот, что мне интересно знать. Так. Ровно. Ровно посерединочке. Между двумя и тремя звёздами. Поехали в бой. Тут, опять же, всё одинаково. И следующие у нас бойцы. Это будет... Так, Иван, Кейси и Раф. Они 30-го и 28-го уровня. В принципе, для нас здесь опять нет никаких абсолютно проблем. Автобой и рулим. Погнали. Опа. Кирби, выдержал. Ты посмотри на неё. 18-го уровня стоит. Точнее, держится на своих крылышках. Держалась. Уже, конечно, валяется. Так, ну что. Давайте-ка, наверное, вот этого Бибоба. Ах, вы Мэкман решили. Хорошо. Ну, Бибоб сейчас отгребётся в любом случае. Да. Вот обожаю, когда быстро и легко всё проходится. Без каких-либо компромиссов. Не надо что-то думать, гадать, переживать. Просто на одном дыхании. Просто кул. Ладно, ребята. Ну, куда мы поднимаемся с вами? На десятое место. И это замечательно. Так. Выбираем здесь с вами. Опять же, не имеет никакой разницы. Все с одинаковыми абсолютно кубками. Так, к север. Майк и Макман. Гоу. Поехали. Так, и против нас, ага, Карайка. Эйприл. И этот, как его забыл, уже ящер-то. Ё-моё, как его увеличать-то? Нейтрализатор, по-моему, да? Да, вроде бы так. Ууу, да тут вообще раскромсали-то. Ну, сколько бой длился? Пять секунд? Ха-ха. Хорошо. Все равно, в любом случае, замечательно, ребята. Двигаемся дальше. И сейчас мы уже переходим, наверное, в трехзвездочную, да? Да. Воин, три звезды, это хорошо. Ну, а мы продолжаем. И у нас, ну, опять нету разницы, кого выбирать. Так, у меня герой потихонечку заканчивается. Так, Гекка, Пицелиций, Бебоп, Зайчик и Крип. Погнали. Ну-кася, выкуся. Давай, с кого начнете? Ага, ну это хорошо ты делаешь. Скорость, Крит, это нам нужно. Бум, не добили солдатика-то. Ну, Пицелиций, ё-моё, вот Крип. Ну, Крип только на добивке хорошо работает. Так, он тоже не айс. Ну-ка. Так, Доник, хорошего делается. Выёживается ещё тут мне, а? Блин, постепенно урон повесили на моего кролика, а? Так, упал, отлично. Так, скорость понизили. Ну, это, ребята, уже половина победы. Что они сейчас? Они ничего не успеют сделать. Да, мы их просто сейчас быстренько расколбасим. Нет, Крип не потянул, к сожалению. Вы знаете, я сейчас играю и вот вспоминаю. Вот есть у нас, да, Лига Справедливости. Там ещё какие-то есть супергерои. DC и супергерои Низы Черепашки. Там отдельная каста со своими героями. Да. Она, по-моему, независимая, да? Независимая. Никому не принадлежит, никакой из компаний. А может быть, я ошибаюсь. Так, ну что же. Давайте-ка смотреть, что у нас. Ну, грузит там по три часа. Ну, давайте, наверное, вот этих вот возьмём, ребят. Погоди, погоди, погоди. Нет. Не так мы будем. Что ты вперёд, батька-то? Да ладно, блин. Только не хватало нам вот этого. Ну что, вроде бы оклемались. Так что давай, Мутагена. Кейси. Пульверизатор его уже, да, увеличать вроде бы. Так, хорошо. Поехали. Ты-тыри-тыри-тыри. Бегут-бегут-бегут. Неуклюжие пешеходы по лужам. И встретили противников, да. Ты-нц, Мутаген. Ну-ка, давай, я вот автобой ставлю. Мстим этим по-жесткому. Хан тут что-то ногами с вами. Ну. Бум, молодец. Накумарил его. Хе-хе. Мутаген, ты будешь делать массовый удар, ё-моё, своих ладошки-то эти по земле? Или нет? Я тебя жду этого удара. Ты-тыри-тыри-тыри свои задницы тут машет. Да, оскорбление по лу... Выявил он таким образом. Ну всё, Донни сейчас будет тут валяться. Бум. Почему его, кстати, берут практически во все отряды? Я никак не могу понять. Что в нём такого супер-пуперского? Ничего же нету. Ну да, делает защиту. И всё, что он делает, по-моему. Ладно, здесь мы выиграли, ребята. Куда мы с вами продвигаемся? Да. Однозвёздочная элита уже у нас. И это хорошо. Может быть, мы дойдём до трёхзвёздочных хотя бы. Так, выбираем следующего врага. И это у нас будет... Давай вот этих вот возьмём ахламонов. Какая разница нам, кого разбирать. Они все одинаковые. Саблезуб, Донни, Крысиный Король и Змей Кавьюн. Поехали. Рулите. Ну, кого начнёте? Понятно. Нейтрализатора. Так, постепенно урон. Ну, в принципе, можно было его и не добивать. Он бы всё равно погиб бы на следующий ход. Так, этот Венвиз уходит. Да? Незаметный, типа, спрятался. Её моё. Ха-ха-ха. Так, Крип. Понижает скорость. Блин, понизил. Умудрился. И провокацию ещё к себе как раз поставил. Ох, как он это зря сделал. Крысиный Король просто его порвал. Своей телепатией. Так, ну что? Лео, пора отдыхать, наверное. Да? Так оно и есть. Опа-на. Это у нас в майке, да? Свидение, видимо. Или откуда он там такой? Непонятный. Типа он ассасин какой-то. Убийца там. В маске все дела. Так, мутагеном. 464. Это хорошо. Но всё равно у нас мало-мало пока всего идёт. Слабо продвигаемся мы с вами. Поехали в бой. В очередной. Так, здесь опять же нет разницы, кого выбирать. Давайте вот эту вот молодую пару возьмём. Так, и выбираем. Стокман. Нейтрализатор. Майки и кора-змея. Отлично. Просто хорошо. Давайте. Покажите этим ребятам. Этим засранцам. Как нужно играть. На автобое причём. Да, о чём я говорю, ребят? Ну, конечно, тут понятное дело. У меня игроки здесь 46-го, да, уровня. А у него 25-го. Тут практически никаких шансов нету. Я же не виноват, что мне приходится с ними драться. Я бы, конечно, сразу поставил бы на максималку и дрался бы уже там со своими уровнями, а не с этими слабенькими ребятами. Почему, в принципе, я здесь ставлю на автобой, чтобы они с вами уже быстренько прошли. И мы уже, как говорится, следующей серии начали уже с наших оппонентов. С крепких, сильных, где надо подумать, где, куда, чего, кого выставить, где подхилить. И, конечно же, ждём, ребята, ждём новых персонажей. Ждём, когда у меня раскачается там Крис, ещё там кто-нибудь, Раф. Чтобы мы сразу же пошли проходить с вами основную сюжетную линию. У нас там всё равно остался последний эпизод. Нам нужно его допройти. Ну, а потом уже будем с вами копить на новых героев и делать уже турниры. Драться, смотреть по вашим составам, не по вашим, как захотим, короче. Всё, как говорится, в наших руках. Давайте возьмём, пожалуй, вот этих вот ребят. 29-й, 31-й, 32-й уровень. И выставляем вот против них свою армаду. Поехали. Думаю, что здесь мы тоже должны справиться без проблем. Так, Донни. Получил половину сразу здоровья терять. Ага. А Муха Стокман не смог добить его почему-то. Так. Паукус тоже как-то оплошал. А это что? Что это такое? Опа. Неплохо что-то новенькое. Добило. Молодец, караишка. Плевок, плевок мимо. Слабо, тем более, написали. Тоже как-то не справился. Паукус добивает. И здесь у нас Донни. Донни, что ты делаешь? Подхил себе? Зачем? Зачем? Ты же всё равно уже практически труп. Да. Валяется. Борода слетела, шапка в сторону. Валяется там своим посохом никчёмным. И мы получаем уже сколько мотагена, ребят, с вами? Столько же, наверное, сколько и было, да? Да. 496. Хорошо. Поднимаемся. Да, мы с вами в элиту 2 поднялись. Ну, я думаю, что до элиты 3 уж точно доберёмся. Должны постараться мы с вами. Так, выбираем, выбираем покрепче. И это вот эти вот у нас, ребята, крепкие. Так, всё, ребят, смотрите-ка, у меня уже... Оу, да у меня уже всё, практически закончились. Ладно. Сколько нам уже? Раз, два, три, четыре, пять, пятерых оставляем. Ну, как-то, я не знаю, тремя, что ли, проходить? Ну, давай вот так вот. Хорошо, фиг с ним. Без одного персонажа. Потому что я хочу ещё один бой сделать. Да, не поднимемся, ребята, мы с вами на трёхзвёздочную лигу, к сожалению. Не успеем. Нет, у меня, конечно, есть там откатики, но тратить, я думаю, что нет смысла. Лучше мы с вами как-нибудь это всё переживём. Потом, как вы помните, да, в следующий раз я буду когда играть, у меня все откатятся, и я начну... Это у нас какие-то тридцать третий уровни, я начну где-то с тридцать пятых. То есть, я там очень много ещё смогу поиграть, пока дойду уже до своего основного состава. То есть, да, это всё будет хорошо. Мы так с вами и поступим. Здесь порвали, просто-напросто не поморщившись. И мы переходим далее. Так, погнали. Мутагена уже полтысячи дают. Это уже хорошо. И поднимаемся мы с вами на 60-е место. Ладно. Это у нас, ребята, сейчас будет заключительный бой. И выбираем мы с вами... Да, абсолютно без разницы кого. Давай вот этих вот возьмём. Вот они, мои ребята. Так. И шреддеров сюда. Да, конечно, хотелось бы, ребята, чтобы откаты происходили на порядок быстрее. Как-то по два часа ждать. Это долго. Но. Пит упал у нас. Да, тут даже думать о кого. Ребят, ну вы посмотрите сами. Раф, Крис, Зек, 60-го уровня. Их просто будут рвать. Он, типа, спрятался. Его, типа, не видно. Зек его раскусил. Так просто подъезжал из ноги. На. И тут упал. Ну что же, ребята. Вот мы с вами 760 мутагена получили. И прошли. На какое место? На 21-е. В принципе, неплохо. Очень даже хорошо. Что нам ещё можно сделать? Давайте-ка глянем. Так, мы можем с вами поискать карточки. Можем, можем. Сброс через 10 часов. Блин, офигеть. Сколько ещё ждать? Обалдеть. Это очень долго. Кстати, подождите-ка. А у нас же с вами есть испытание. Мы с вами здесь точно до предела зашли? Или же нет? Вот тут посмотрим. А, тут-то 65 уровней. Да. Ну, вариантов ноль ровным счётом. Ну-ка, а здесь вот этого майки. Почему мы с вами? 55 уровней, да? 55 уровней. Причём все. А у меня... Да. Слабовато. Не прокатит. Сколько тут? Так, до начала 2 дня испытания. Черепащая буря. Обязательно дождёмся. Посмотрим, что у нас в магазине. Можно приобрести за сюрикены. Так. Макмана. Но он нам не нужен. Ну, я думаю, носорога можно купить ещё, приобрести. Так, хорошо. 315 маловато. Этих медалек мы ещё с вами не заработали. 1127 у меня баксов. Тратить их здесь не на что. Ну, что же, ребята. Тогда давайте мы, наверное, с вами и завершим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих, как говорится, видосиках. И продолжим играть в эту замечательную игру. Ну, а на этом всё. Всем пока, ребята. Всем удачи. И хорошего вам настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok